вот господа сейчас заехали в магазин а я в машине с алиской сижу и увидела объявление прибито 40 хочет фокусироваться в общем вот 40 соток сосновом весу всего за 200 тысяч рублей записывайте телефон я человеку рекламу делаю короче я не знаю как у вас но у нас владеева владимирской области это считаете что вообще он даром отдают участок я не знаю конечно если там дом у него или вообще хоть что-то на территории но 40 соток за даже за пустой участок за 200 тысяч это даром у нас есть в нашем товариществе пустой участок 6 соток продают за 200 тысяч уже 6 лет не могут продать так что вот так вот записывайте телефон вот очень мама пошла в магазин а я тут сижу жду с алиской только что дремала лежат лежала теперь вон во все глаза что это за лето такое мукрая противная ну что это такое вот вчера после обеда начался дождь и сегодня прям вот с утра и всю ночь дождь такое ощущение что сейчас конец октября ноябрь холодно и дождь идет что за мерзость привет друзья ой у нас совсем чуть-чуть наладилась погода как видите небо облачное с голубыми проблесками что радует иногда появляется солнышко что тоже радует но периодически льет дождь и это конечно сильно печалит вот но я хотела с вами поделиться своей первой радостью в этом сезоне вот такой вот маленькой радости как вы видите мисочка небольшая это первые созревшие ягодки и к сожалению камера не передает аромат ну так же как и вкус хотя на вкус они кислые учитывая что лето в этом году дождливое и солнышко очень мало поэтому ягодки практически не набрались своей как бы спелости и сахарности но они по-прежнему сочные и обалденно ароматные кстати говоря я хотела вам поведать по форме ягода как определить сорт клубники и вот хотела вам показать несколько ягод например вот здесь вот есть вот такая вот она такого нежно-розового цвета немножко отдает каким-то таким кремово кремово-розовым что ли не знаю так ли передает камера как оно есть на самом деле ну в общем вот такая вот ягодка она такого необычного светло-розового цвета и по всей своей внешней как бы внешнему виду она говорит о том что она в принципе уже поспела вот это называется ананасная она вот разной формы бывает и конусообразные вот такая вот вот как бы трапеция что ли вот но цвет у нее вот такой вот розовый затем идут вот такие вот бордовые ягодки это я вам показывала это зинга-зингана вообще они должны быть уже такие немножко пожухлые как бы засохшие но учитывая что солнышка нет они вот такие вот так еще у нас есть вот эти вот ягодки это ремонтантная и еще большие ягоды вот такие вот это я не помню как называется я вам скажу как-нибудь в другой раз нам давали соседи усы вот и когда я узнаю как называется я вам скажу она совершенно неприхотливая при этом она дает очень много усов усы не нужно сортировать на первые и вторые и те которые на выброс то есть все усы у нее пригодны к выращиванию и очень много завязей вот в общем то и она неприхотливая так что всем приятного аппетита приятного лета в этом году каким бы оно ни было дождливым увидимся надеюсь что будет солнечно тепло и я покажу вам много каких-то новых идей пока пока всем привет я тут вечером сижу жгу костер вон он у меня дымится старый мусор сжигаем сижу рядом потому что нужно следить вдруг что и вон видите серенький дым это от меня уходит туда потому что там низина он туда вниз опускается вот холодает несмотря на то что небо вообще безумно красивое красивое такие вот реденькие облачка и голубое голубое небо чистое без единой тучки я надеюсь что завтра будет такая же замечательная погода как и сегодня сегодня правда было 28 очень жарко я на солнце совершенно не могла находиться кстати сегодня сегодня у нас было воскресенье по числу сказать не могу где-то в районе 16 ну точно не могу сказать потому что у меня здесь нет календаря а телефон давно отрубился и заряжать его смысла не вижу потому что он только и делает что ищет сеть а в этом состоянии он разряжается буквально за сутки поэтому появились комары сейчас буду заканчивать у нас уже я зажгла свет Алиска меня там ждет вот сейчас дожгу попью чайку горячего и пойду спать точнее пойду читать книжку детективную детективно-мистическую про которую кстати потом вам расскажу в обзоре прочитанного за июль август потому что наверное за июль я посмотрим не знаю если я ее прочитаю до конца то наверное будет только две книжки потому что я еще здесь кино смотрю на планшете то что у меня записанное есть на флешке вот так что вот так вот я отдыхаю с чистым небом слава богу так сказать появилось солнышко у нас а то прошлая неделя практически вся была дождливая вот только во вторник была погода хорошая вот только вторник порадовал так погода была очень мокрая холодная ну не то что холодная первая половина недели было прохладно и шел дождь постоянно целый день вот вторая половина недели было тепло но то же самое шел дождь постоянно то есть моросил постоянно и вот земля до сих пор не просохла еще у нас песок и то у нас как трясина пружинит так что приятной всем ночи приятного вечера приятного чаепития и надеюсь что вернее желаю вам такого же солнечного лета как было сегодня чтобы лето такое было до конца приятной ночи пока пока увидимся